Один из самых популярных вопросов, которые мне задают, Джим, что вы делаете каждое утро, чтобы настроить свой мозг на лучшие результаты, лучшую концентрацию и лучшую продуктивность в течение дня? И сейчас я хочу рассказать вам о самых главных вещах, которые я делаю каждое утро. Самое первое, что я делаю после пробуждения, это вспоминаю свои сны. Может возникнуть вопрос, а зачем вообще запоминать свои сны? Все дело в том, что когда вы много учитесь или работаете над решением каких-то задач, будь то на работе или дома, после того, как вы ложитесь спать, ваш ум продолжает работать. Ваше подсознание продолжает искать пути решения этих задач, из-за чего вам в голову могут прийти очень хорошие идеи. Но основная проблема заключается в том, что после пробуждения мы чаще всего забываем свои сны и забываем все эти идеи. Второе, что я делаю после пробуждения, это застилаю кровать. Вы спросите, а чем это полезно для мозга? Здесь есть две основные причины. Первая заключается в том, что когда вы наводите порядок в окружающей вас среде, будь то на рабочем столе или в спальне, это способствует ясности мыслей. А вторая причина заключается в том, что я хочу начать свой день с успеха. Потому что если вы начнете свой день даже с такой маленькой победы, то весь ваш последующий день будет безупречным. Поэтому выделите всего 2 минуты и заправьте свою постель. И вам самим будет приятно возвращаться домой, где царит порядок. Третье, что я делаю, это пью много воды. Наш мозг на 80% состоит из воды, но очень многие люди страдают от обезвоживания. И также очень много воды человек теряет именно во сне. Поэтому с утра пейте много воды, потому что она играет очень важную роль для вашего мозга. Четвертое, что я делаю, это чищу зубы. Вы спросите, а какая тут вообще связь? Дело в том, что вы должны это делать другой рукой. Множество исследований показали, что полезно что-то делать, например, чистить зубы или есть, не доминирующей рукой. Когда вы чистите зубы другой рукой, у вас в мозге появляются новые нейронные связи. Пятое, это упражнение на глубокое дыхание. Кроме воды, на мозг также хорошо влияет кислород. Многие люди страдают от усталости из-за туманенности сознания. Поэтому главное, что нужно сделать, это хорошо снабдить свой организм кислородом. Наш мозг занимает всего 2% от общей массы тела. Но вот потребляет он порядка 20% кислорода и других питательных веществ. Поэтому упражнение на глубокое дыхание также оказывает большое воздействие на ваш мозг. Шестое, что я делаю, это завариваю чай. Я называю его чай для мозга. В его состав входят готу-кола, гинкобелоба, ежовик гребенчатый и незаменимые жирные кислоты. Все эти ингредиенты очень хорошо влияют на фокусировку и память. Во время того, как я пью чай, я делаю записи в дневнике. Если вы хотите развить силу мозга, то вам нужно делать записи в дневнике. Обычно я записываю план на день, а также записываю те вещи, за которые я больше всего благодарен. Благодарность оказывает очень сильное воздействие на мозг, потому что если вы не цените то, что у вас уже имеется, вы просто не сможете получить то, чего вы очень хотите. Я фокусируюсь на благодарности сразу после пробуждения. У меня есть доска визуализации, где отображены все мои цели и все то, что я хочу получить. Но также у меня есть доска благодарности, где у меня находятся все те вещи, за которые я больше всего благодарен жизни. Если вы хотите ощутить чувство благодарности, то просто перечислите все то, что у вас уже есть, что нельзя купить за деньги. Благодарность очень сильно влияет на ваш мозг. Есть такая история о монахинях, которые жили по 80, 90 и больше лет, и даже проводились исследования, чтобы узнать секреты такого долголетия. И оказалось, что причина была наполовину в благодарности и эмоциональной вере, а наполовину в том, что они всю свою жизнь учились. Это очень сильная комбинация. Итак, я пью чай и во время этого делаю записи в дневнике. Дневник вело очень много гениев. Леонардо да Винчи, Эйнштейн, Мария Складовская-Кюри. Каждый из них вел дневник. Даже проводились исследования, чтобы выяснить, гении делают записи в дневнике, потому что они гении или наоборот. Из-за того, что они ведут дневник, они становятся гениями. После чая и дневника я делаю простые физические упражнения. Это не является полноценной тренировкой. Я просто 3-4 минуты интенсивно делаю упражнения, чтобы разогнать свое сердце. Потому что все, что хорошо для сердца, хорошо и для мозга. Когда у меня увеличивается сердцебиение, в мой мозг поступает больше крови и кислорода. А это очень важно. Девятое, что я делаю, это смузи для силы мозга. Вы спросите, что такое смузи для силы мозга? Дело в том, что некоторые продукты очень полезны для вашего мозга. Я просто беру все эти продукты и закидываю их в блендер. Туда входят, например, голубика, авокадо, которые также полезны для мозга, немного жидкости. Но мы поговорим про все эти ингредиенты в другом видео. Пока я пью этот смузи, я читаю. Чтению я посвящаю минимум 20-30 минут в день. Средний человек прочитывает всего одну или две книги в год. Но вот крупный руководитель прочитывает примерно по 4 книги в месяц. Поэтому ориентируйтесь на одну книгу в неделю. Помните, что сначала вы формируете свои привычки, после чего привычки формируют вас. Если вы сделаете первый час своего дня благоприятным для мозга, то вы будете одерживать победу за победой в течение всего дня. Субтитры создавал DimaTorzok